Доброе утро! Просыпайтесь вместе с нами. И, кстати, есть ещё одна теория по поводу профилактики заболеваний гриппа. Она гласит о том, что вообще все болезни от загрязнённости нашего организма и от неправильного питания. Сегодня об этом поговорим с нашим гостем в студии Алексеем Зольниковым. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы нутрициолог? Да. Чем занимается эта наука? Раскроем. Значит, эта наука занимается употреблением натуральных продуктов, питанием, правильное питание, природное очищение и поддержанием здоровья. Потому что о здоровье нужно думать, пока оно есть. И прежде всего нужно вооружаться истинными знаниями и пользоваться тем, что даёт нам природа. Очень много у нас нарушений в питании, очень много нарушений в жизни, неестественных каких-то вещей. Вот нужно, чтобы это было всё натуральное, натуральное очищение. То есть иммунитет вообще, в переводе, это избавление от лишнего, то есть это очищение по-другому. То есть поэтому человек, у которого высокий иммунитет, это человек, который регулярно поддерживает внутреннюю чистоту организма. А как постепенно вот перейти на здоровое питание? Подготовиться. Да, как подготовиться? Значит, ну, во-первых, во-первых, я всё время говорю о воде. То есть должна быть биодоступная, правильная вода слабощадочная, чтобы создать внутреннюю среду. Мы на 70% состоим из воды. И если мы не будем об этом помнить, значит, соответственно, у нас будет всегда в порядке. То есть любая стирка, любая уборка, она основана на воде. То же самое касается и организма. Вот поэтому, прежде всего, это биодоступная, минерализованная вода, которая создаёт слабощадочную среду, очищает клетки, очищает межклеточное пространство. Соответственно, никакими клизмами, никакими внешним мытьём мы это никак не достигнем. Мы это достигнем только программами, состоящими из природы, состоящие из трав. То есть должны быть разные группы. Это ферменты, натуральные растительные ферменты. Это пробиотики, то есть микроэлементы различные, которые сформируют внутреннюю среду в кишечнике. Это очень важно поддерживать. И обязательно нужно два раза в год проходить очищение, проходить так называемую противопаразитарную программу. То есть избавление от внутренних шлаков, токсинов, от внешних химических воздействий. Очень важно об этом помнить. Очень важно понимать, что есть природные компоненты. И они должны быть постоянно в рационе. То есть это, допустим, такой микроэлемент, как серебро. То есть коллоидное серебро в нормальной, безопасной форме. Это лучшая профилактика. Откуда его взять вообще? Это есть, так сказать, определенные компании, есть определенные направления. То есть я для себя выбрал направление. То есть это компания, в которой есть всё, что необходимо. Включая, так сказать... Это комплексы какие-то? Это комплексы, да. Это комплексы, то есть это натуральные, природные компоненты, да, такие как люцерна, такие как лист чёрного ореха, такие как душица, солодка, да. То есть это всё. Плюс к этому там идут ещё минералы, да. Калоидное серебро, магний, цинк, селен. Это всё, что необходимо организму постоянно. Витамины группы В, витамины группы С. То есть это всё должно быть в органической форме, не химически, в органической форме. Тогда это лучше усваивается и более естественно действует. Скажите, а вот в период эпидемии, что должно быть вот в аптечке, в домашней? На столе, скажем. Там очень большое количество витамина С, то есть клюква, там всё, цитрусовые, они просто отдыхают. Там очень большое количество витамина С, кроме того, кроме того, это противовирусный, противобактериальный продукт, да, натуральный, да, и регулирующий действие с кишечника. А все болячки начинаются с кишечника. Если будет чистый кишечник, будет чистый и здоровый весь организм. А если говорить про нашу Челябинскую область из тех продуктов, которые доступны нашим жителям, то что нужно, да, это на самом деле покупается. То есть это покупается, ну а так, в общем-то, это, конечно же, это натуральные ягоды, да, то есть это клюква, брусника, да, то есть это тот же самый имбирь, да, тот же самый, те же самые цитрусовые, черноплодная рябина. То есть это все, в общем-то, делается. Другое дело, что, конечно, когда это, ну, нужно делать поправку на экологию, конечно, да, то есть нужно, чтобы это было в экологически чистых местах сделано, и чтобы это было, в общем-то, проправить. Все пользы для организма. Да, да. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое, что рассказали, как делать профивактику с помощью натуральных средств. В крайней случае, вы интересовали и натолкнули на мысли о том, что нужно делать. Это естественно, это естественный путь, и он очень эффективный. И это не только грипп, это не только грипп, это любые, так сказать, нарушения. Здоровье в целом. Да, да, потому что лимфатическая система в кишечнике, она напрямую связана с дыханием. И если мы кишечник очищаем, я еще раз повторяю, мы восстанавливаем внутреннюю среду, и у нас нормальная работа организма, включая профилактику гриппа и все остальное. Спасибо вам. Спасибо большое, спасибо, что поделились. Нам есть чем заняться в ближайшем году. И есть к чему стремиться. Оставайтесь с нами, впереди у нас день в истории.